Вице-премьер правительства России одобрил проект федеральной целевой программы развития Карелии. Дмитрий Козак подписал важнейший для республики документ. Борьба с неграмотностью в стенах правительства. Чиновникам предстоит написать диктант. Игра мускулами. Состязание культуристов и культуристок на открытом чемпионате Карелии. Вы смотрите новости на телеканале Ника+. В студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Вице-премьер России Дмитрий Козак поставил знаковую для Карелии резолюцию. Заместитель председателя российского правительства одобрил проект решения федеральной целевой программы. Напомню, программа подготовки к 100-летнему юбилею Карелии предполагает немалое финансирование. А если говорить прямо, Карелия ждет внушительную финансовую помощь федерального центра. Но это в перспективе. А пока в 2015 году объем финансирования из федерального центра будет сокращен на 2,4 миллиарда рублей. Об этом зашла речь при обсуждении проекта бюджета на будущий год. Проект бюджета члены правительства приняли без обсуждения, хотя не скрывая, назвали его напряженным. Но сколько ни играть цифрами, ситуацию в корме изменить пока не получается. Прогнозируемая доходная часть 26 миллиардов, расходная 29, в дефиците 3 миллиарда рублей. Бюджет будет, безусловно, очень напряженным. Вы видите, какие на себя взяты обязательства по исполнению доходной части бюджета при всем том, что если первое полугодие у нас было очень оптимистичным, индекс промышленного производства за первое полугодие был 105,2%, сегодня идет замедление. На фоне промышленного спада республика не может отказаться от социальных гарантий, а это колоссальная нагрузка на бюджет. Одна из самых важных статей – заработная плата. По словам Алексея Максимова, на эти цели в бюджете предусмотрено 9 миллиардов рублей. Правда, докладчик тут же оговорился. Третья стратегическая задача – это перенос выплаты заработной платы и мер социальной поддержки за декабрь 2015 года на январь 2016 года. Меры социальной поддержки ветеранов, малообеспеченных граждан, детей, сирот сохранятся в полном объеме, заверили в правительстве. Будет продолжена программа газификации и расселения аварийного фонда. Традиционно треть бюджета пойдет на помощь местным бюджетам. В общем, обязательств взято немало. Неудивительно, что на фоне таких цифр прогнозируют очередной рост государственного долга. В 2015 году он оценивается уже в 17 миллиардов рублей. В текущем было 13 миллиардов. С этими цифрами теперь предстоит ознакомиться депутатам законодательного собрания. В ноябре проект бюджета будет отправлен им на утверждение. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Чиновники правительства будут писать диктанты. Проверить грамотность своих подчиненных пообещал глава Карелии. По словам руководителя региона, в документах, которые попадают ему на стол, есть немало орфографических ошибок. Когда это будет и какой это будет диктант, пока не знаю, но вместе с вами поучаствую. А там профессионалы-лингвисты оценят, насколько мы с вами владеем русским языком. Это действительно сегодня должно быть очень важно, поскольку даже сегодня, подписывая некие регламентные документы, после шести-пяти виз находишь и в том числе орфографические ошибки. Петрозаводчан учат экономить свет, тепло и воду. В Национальном театре открылась традиционная выставка «Энергетика Карелии». В этом году мероприятие решили посвятить энергосбережению. Александр Лычагин подробнее. В юбилейной, уже 15-й по счету выставки «Энергетика Карелии» приняли участие 30 предприятий из России, Белоруссии и Финляндии. В основном представители сферы энергетики, ЖКХ, строительства, в том числе производители энергосберегающего оборудования и приборов учета. По словам организаторов, главная цель выставки – показать энергетический потенциал республики и привлечь новых деловых партнеров. В этом году у нас очень много новых участников, которые в Карелии впервые. И мы этому очень рады, потому что потенциал республики начинает интересовать наших, скажем так, производителей. К слову, в мероприятии приняли участие не только энергетики, но и юные петрозаводчане. Центр развития образования подготовил выставку рисунков учащихся городских школ. А старшеклассники Державенского лицея своими руками изготовили наглядную схему электроснабжения городов и сел республики. Здесь у нас есть электростанция, и она может быть представлена чем угодно. ГС, ВС, АЭС, ну, любой источник. Дальше у нас идет повышающий трансформатор. Линии, по которым у нас передается напряжение. Дальше стоит понижающий трансформатор. Он переходит уже на подстанции, которые районные. И дальше уже все перетекают в наши дома. Запускаем? Выставка будет работать в Национальном театре до 31 октября. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал Ника+. В Петрозаводске появился ледозаливочный комбайн. Техника канадской фирмы «Замбони» будет обслуживать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен в пойме реки Неглинки. Первая обкатка льда на новой технике уже состоялась. Представители фирмы обучали наших специалистов технике безопасности и управлению. Марина Кабатюк наблюдала за инструктажем, а заодно и попыталась выяснить, когда же наконец откроется долгожданный ледовый комплекс. Первый пробный круг с инструктором. Техника должна идти точно вдоль борта, затем плавно выехать на середину. Есть всего 15-20 минут. Это время перерыва в хоккейном матче, чтобы отшлифовать всю арену. Машина очень проста в управлении, очень надежно, все понятно. Мне как человеку новенькому для такой техники очень понравилось. Новый комбайн канадской фирмы Замбони способен заливать лед до 12 раз в сутки. По словам дилера, это техника профессионального уровня, которая обеспечит высокое качество льда. Встроенный двухметровый нож срезает неровности, затем полирует поверхность. Удовольствие не дешевое. Комбайн обошелся комплексу почти в 6 миллионов рублей. Надежная техника, но, конечно же, надо за ней ухаживать. Сзади автомобиля установлена, называется, кондиционерная установка. Там стоит нож больших размеров, тяжелый. И, конечно же, чем тяжелее запчасть, тем внимательнее к ней надо обращаться. И по технике безопасности, и за тем, чтобы узлы агрегата не выходили из строя. Ледовый дворец, которому горожане выбрали имя Луми, готовится встретить своих первых посетителей. Он рассчитан на 411 зрителей. Предусмотрены помещения под звукой и светопроекционное оборудование, тренажерный зал и даже кафе. Есть четыре раздевалки, правда весьма скромные. Для взрослой хоккейной команды места явно мало. В качестве недочетов бросается и низкое защитное стекло со стороны зрительских бортов. Это не только не соответствует современным требованиям, но и опасно. Как нам пояснили, проект дворца прошел госэкспертизу, но конфигурация площадки устарела, требования уже изменились. Проводить матчи высшей лиги здесь будет нельзя. А вот для тренировочного процесса дворец обещает быть весьма комфортным. Хотя об этом лучше будет спросить у самих спортсменов. Правда, когда они здесь появятся, неизвестно. Точных сроков сдачи объекта никто не называет. В концертном зале ДК «Машиностроитель» играли мускулами. Крепкие мужчины и сильные женщины мерились бицепсами и трицепсами. В Петрозаводске прошел открытый чемпионат Карелии по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Смотрим, как это было. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, в обычной жизни это соревновательная форма. И такой формы в обычной жизни трудно достичь, как бы держать ее на протяжении всего времени. Поэтому достаточно все менее большое, скорее меньше. Такое все блаткое достаточно, все плюсом есть. То есть так сильно не будет никогда. Поэтому это только сейчас. Приходится выдерживать довольно-таки долгий период диеты. Серьезная подготовка идет, но один день стоит всех этих, скажем так, затрат, этих решений. Потому что понимаешь благодарность, которую потом несут тебе зрители. Пожалуйста, спиной. Судем. После короткой рекламы смотрите программу «Моя дача». О новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова